Говорит и показывает Минск. Прямо на портале Минск Ньюсбай наши читатели задают свои вопросы и могут напрямую обращаться к властям города. В сентябре поступили вопросы, которые касались торговли, общепита, сервиса, все, что касается этих вопросов столицы. И сегодня мы их озвучим Елене Сергеевне и постараемся получить на них ответы по мере возможности. Итак, вот Маргарита Петровна задает такой вопрос. Считала, что власти в очередной раз изменили список социально значимых товаров, также продлили регулирование цен на них до конца года. Что это за продукты? Почему их перечень меняется? И кто решает вообще этот вопрос? И дальше она спрашивает, а как же быть с рынком, если вот все-таки ограничивают цены? Ну, скажу сразу, действительно, государственное регулирование ценообразования у нас на сегодняшний день в Республике Беларусь существует. Перечень социально значимых товаров пересматривался и периодически он пересматривается в связи с тем, чтобы действительно удержать уровень инфляции на определенном показателе. На данный момент, о чем говорит слушатель, значит, постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли действительно расширен немножко перечень социально значимых товаров, то есть туда добавились товары такие, как чеснок свежий, перец свежий, колбаса вареная, копченая и консервы мясные. Да, то есть как бы и регулирование социально значимых товаров, цен на них, вернее, определено у нас до конца года. Вместе с тем у нас есть еще одно постановление, но это уже постановление Совета Министров Республики Беларусь, 100-е постановление, о нем все субъекты хозяйственные очень хорошо знают. Данным постановлением с февраля месяца также регулируются цены, то есть это временная мера по регулированию цен на социально значимые товары. Данное постановление также принималось в целях удержания уровня инфляции на определенном показателе. Смотрите, в продолжение этой темы считаете ли вы, что вообще властям необходимо контролировать ценообразование на ключевые продукты питания и следить за монопольными сговорами? Или вы приверженец чистого рынка вот в этих процессах всех? Ну, с учетом того, что у нас в целом государственная политика социально ориентирована, естественно, в нашей стране без регулирования цен в том числе на социально значимые продукты питания, то есть будем говорить на такую постоянную потребительскую корзину, мы без этого не обойдемся. По поводу монополий у нас есть отдельное ведомство, это Министерство антимонопольного регулирования и торговли, и там работают профессионалы на самом деле, они занимаются этим вопросом. Ну, а без регулирования мы в принципе не обойдемся, и как мне кажется, наши граждане, в том числе и меньшане, они чувствуют действительно, что именно потребительская корзина, цены на эти товары, они по сути в принципе не так дорожают, как это происходит на часть непродовольственных товаров, которые не регулируются государством. Вот смотрите, блок вопросов, который касается вообще, ну, сетевого ритейла, вот здесь спрашивает Сергей, пишут, что в Москве, действительно, об этом много писали, закрываются крупные торговые сети типа метро, а Шан, может, не так уже это и плохо, утверждает этот человек и говорит, что вот абсолютно монополистов стоит убирать с рынка, а что у нас с крупными ритейлерами? Не слишком ли они властвуют, затмевая маленькие магазины шаговой доступности в центре города и какие-то, не знаю, такие частные магазинчики? Вы знаете, ну, в целом, если говорить о магазинах в городе Минске, у нас на сегодняшний день насчитывается более чем 11,5 тысяч объектов торговли розничной, именно, да, и из всего этого количества, конечно, превалируют магазины по реализации непродовольственной группы товаров. Вместе с тем, по крупному ритейлу хочу сказать, что, может быть, у нас все-таки есть немножко какая-то особенность, потому что крупный ритейл, он же все-таки организует не только магазины формата гипермаркетов, ведь те же соседи, сеть магазинов, сеть магазинов Санта, сеть магазинов Евроопт, Они маленькие, есть и магазины шаговой доступности, есть у нас в городе Минске компании, которые, в принципе, свою деятельность осуществляют, построили на том, чтобы открывать именно магазины формата у дома, вот, и они прекрасно существуют параллельно с нашими крупными торговыми сетями, поэтому, в принципе, мне кажется, что... Кать их не стоит в этом, да? Нет, нет. Хотя, я знаю, существует определенное ограничение на сетевой ритейл процентом на рынке вообще, да? Более 25%, да. Одного, так сказать, игрока нельзя. Да, все правильно, да, это уже будет считаться нарушением антимонопольных. Но все это у нас выполняется, да, в принципе? На сегодняшний день, конечно, наше министерство за этим следит очень четко, да. Смотрите, еще один вопрос. В Минске каждый год открываются новые торговые центры, огромные объекты, тысячи квадратных метров площадей, а потом они пустуют. Я, правда, не стал бы утверждать, но вот так читатель думает. Как город контролирует и координирует эти процессы по принципу, лишь бы было или как-то иначе? Ну, для начала скажу, что, в принципе, просто так взять и построить торговый центр нельзя. Все-таки есть градостроительная документация, это все планируется. Вот, и если, опять-таки, вернуться к данным статистики, на сегодняшний день у нас в городе Минске насчитывается 99 торговых центров, да, кто-то, какие-то из них являются более крупными, всем известными, да. Это частные в основном. Естественно, да, в основном частные. Вот, и по проценту занятости помещений у них на сегодняшний день занято более 80% помещений, именно торговых мест, торговых центров уже занято, сдано в аренду. Ну, опять-таки, определенная незанятость этих помещений, не могу сказать, что они пустуют. Вот, просто субъекты хозяйствования, да, то есть подстраиваются под нужды, под интересы потребителей и меняется формат. То есть, если мы можем сказать, например, в крупных торговых центрах очень часто мы видим какие-то островки. Раньше это были островки, да, по оказанию услуг, допустим, да, где-то какой-то, либо по реализации товаров непродовольственных. На сегодняшний день мы можем видеть, что эти островки уже преобразуются в нестационарные объекты общественного питания. То есть, вот, в принципе, у нас субъекты стараются шагать в ногу со временем, а подстраиваются под нужды потребителя. Поэтому где-то вот меняется формат, и, возможно, в момент смены пока происходят какие-то перестановки, в том числе какой-то, не знаю, косметический ремонт, да, либо проектирование. Новые бренды появляются, да? Да, 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 да. То есть, получается, что, может быть, для данного гражданина и считается, что он пустует, да, но вместе с тем не соглашусь с этим. Ну, наверное, нужно принять, что все-таки, если это частный торговый центр, он вправе сам определять, кто там будет, как будет и так далее. Естественно, у нас это предусмотрено законодательством, да, что организатор, в принципе, и рынка, да, и частного торгового центра, он для себя определяет, в принципе, да, и формат работы, и кого он будет на своей площади пускать. Вот смотрите, Дмитрий Петрович, здесь он за автоматизацию, так сказать, вопрос такой, пишет, что в отдельных торговых сетях появляется все больше касс самообслуживания. Это очень удобно для тех, кто не любит стоять в очередях. Будет ли расширяться такая практика? Если да, то затронет ли она очень маленькие, мелкие магазины, где можно хотя бы по одной такой кассе организовать? Вообще, касается ли вопрос вас это? Или это все-таки касается тех владельцев сетевых магазинов, где они это делают или не делают, да? Ну, да, правильно вы задали вопрос. Это все-таки прерогатива наших субъектов хозяйствования. Они самостоятельно принимают решения, но, как мы понимаем, проанализировав на сегодняшний день, где уже существуют эти кассы самообслуживания, то есть это все-таки формат магазина от 500 квадратных метров и выше. Вот. Возможно, будут они делать и в более мелких торговых объектах, но вместе с тем в магазинах шаговой доступности это трудно сделать. Почему? Я уже даже могу, проанализировав это точно сказать, потому что для магазинов шаговой доступности у нас все-таки есть определенный ассортимент, да? Он опять определяется законодательством, ассортимент этот нужно выполнять. Вот. И для того, чтобы разместить еще в магазине там 50 квадратных метров и чуть выше и ассортимент, и кассу самообслуживания, мне кажется, это по... ну, технически даже будет очень тяжело сделать. Вы знаете, я еще один момент отмечу. В центре города, в этих маленьких магазинах часто вижу пожилых женщин, пожилых мужчин. И представить, что она на кассе самообслуживания сама взвесит и произведет целый комплекс там операций довольно сложных, еще сложнее представить. Поэтому им нужен кассир, девушка, которая подскажет, которая оценит, взвесит сама. Естественно, да. Плюс, правильно вы заметили, все-таки, ну, и если, в принципе, вот граждане наши обращают внимание, касса самообслуживания отделяется определенной зоной в магазинах, но вместе с тем там всегда находится представитель магазина, который поможет, да, потому что есть все-таки это автоматика, это немножечко еще не совсем привычно для нас, и можно где-то действительно растеряться, либо что-то сделать неправильно. Поэтому там всегда присутствует работник магазина для того, чтобы оказать помощь. А в магазинах маленьких это, мне кажется, все-таки будет очень проблематично сделать. Может быть, прогресс это и хорошо, но вместе с тем пока еще не получается. Друзья, я напомню, это эфир Радио Минск. Программа «Говорит и показывает Минск», гость нашей студии, начальник главного управления торговли и услуг Мингородсполкома Елена Нагорная. И мы задаем вопросы, которые поступили от читателей портала «Минск Ньюс Бай» в раздел «Задайте вопрос столичным властям». Вот еще одна тема такая «Купляйте белорусское», спрашивает наш читатель. По-прежнему ли актуально? Скажите, в столичных магазинах какое процентное соотношение импортной и отечественной продукции, и как вообще вы продвигаете отечественную продукцию у нас в Минске? По процентному соотношению на сегодняшний день, конечно, сказать сложно, но вместе с тем сразу оговорюсь, что процент продовольственных товаров отечественных у нас представлен в магазинах выше, чем непродовольственных. Активно мы работаем с нашими минскими предприятиями-производителями, стараемся проводить с ними маркетинговые мероприятия. Наши минские производители являются постоянными участниками выездных мероприятий, ярмарок, да, то есть они для себя там проводят и дегустации, рекламируют свою продукцию, проводят какие-то розыгрыши для того, чтобы действительно новую продукцию свою рекламировать. Вот, и с учетом того, что на тех же ярмарках очень большое количество людей посещает и концертную программу, то есть, в принципе, охват аудитории значительно более шире, чем это можно сделать в любом другом торговом объекте. Вот смотрите, буквально в каждом районе, спрашивают здесь конкретно города, есть свои мини-рынки, а вот в Лошице, которая активно застраивается, такого рынка у нас нет. А очень хотелось бы, появится ли такой рынок в данном микрорайоне новостройки? Может, скажете, еще где в Минске что-то появится? Ну, конкретно по микрорайону Лошице сегодня могу сказать, что на сегодняшний день градостроительной документации, к сожалению, не предусмотрено строительство рынка, ну, вместе с тем, может быть, не совсем некоторым жителям удобно, но в районе, вообще в Ленинском, остался червенский рынок. Если помните, его перенесли на Маяковского 187, то есть, он на сегодняшний день там есть, он благополучно функционирует. Вот, а конкретно в Лошице, к сожалению, на сегодняшний день не предусмотрено строительство. Ну, там на МКАДе много гипермаркетов крупных. Естественно, да, в общем, это можно воспользоваться. Кто ищет, тот найдет, да. Вот нередко на улицах вижу овощные ларьки. Это, знаете, от крупного рынка вот к ларькам. Они в неприглядном виде, пишет человек. Облупленная краска, ржавчина, трещины, вмятины на стенках на фоне чистого нашего ухоженного Минска смотрятся как-то неопрятно. Вот, может, стоит ужесточить контроль за такими точками, разработать им единый дизайн. Меня, правда, всегда слово ужесточить пугает, но вот, тем не менее, какие-то есть решения для них? Очень как-то вовремя, да, вопрос такой. Значит, ну, у нас, понятное дело, наши нестационарные объекты торговли по реализации плодовочной продукции, они у нас работают сезонно, да, когда позволяют погодные условия, опять-таки, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Вот, и с учетом изменений законодательства, немножко так, забегу вперед. Вот, у нас изменился закон о государственном регулировании торговли общественного питания, и если ранее требования к нестационарным объектам предъявлялись на уровне Мингрюсполкома, облсполкомов, то на сегодняшний день в законодательстве прописано о том, что для города Минска сделали немножечко, может быть, такое послабление, то есть требования к таким объектам, не только нестационарным по реализации плодовочной продукции, плюс к летним террасам, то есть все нестационарные объекты общепита и торговли, которые у нас работают, к ним, значит, требования разрабатывает администрация районов. Вот, но вместе с тем, с учетом того, что все-таки город Минск, у него особый статус, это столица нашей республики, комитетом архитектуры и градостроительства разработан вот совсем недавно, действительно, единый дизайн для таких объектов, и мы уже с нового сезона будем приводить все в соответствие. Ну и немножко оговорюсь, опять-таки, правильно заметил слушатель, да, что и внешний вид не всегда соответствует каким-то определенным требованиям, даже какой-то эстетики, не говоря уже, да, каким-то регламентированным требованиям. Ну и часто возникают вопросы у центров гигиены районных, да, к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, качеству продукции, то есть мы стараемся все это вовремя урегулировать, отработать с субъектами хозяйства, чтобы нарушений все-таки не было. Ну, это к тому, что в новом сезоне, когда появится плодовощная продукция, она будет в неком более приличном виде. Да, конечно, конечно. Смотрите, целый пласт, один вопрос поднимает такой пласт, проблему, что ли, гостиницы в период пандемии. Вот Павел Олегович спрашивает, в Минске в районе Немиги скоро построят новую гостиницу. А как обстоят дела вообще в этой сфере, учитывая пандемию и вообще снижение интереса туризма и так далее? Ну, в целом, немножечко, опять-таки, статистики приведу. В городе Минске у нас 58 гостиниц функционируют, всего на 6,1 тысячу мест. Если говорить по гостиницам, которые под ведомством Мингородского полкома, их 15. Они находятся в собственности города Минска, представляют 2 тысячи мест потребителям услуг гостиничных. Но правильно, опять-таки, отметил слушатель о том, что с учетом ситуации и того, что туристическая отрасль немножко находится в таком плачевном состоянии и закрытием границ, с ситуацией эпидемиологической, с апреля 2020 года все-таки уровень оказания услуг падает. То есть динамика у нас есть отрицательная. Вместе с тем гости приезжают. В основном это гости из Российской Федерации, да, те, кто приезжают в командировки, спортсмены, либо люди, когда приезжают к нам на какие-то мероприятия, которые у нас проводятся, в том числе и концерты. Вот, поэтому стараюсь... Нет, нет, так сказать нельзя, и все-таки гостиницы перестраиваются по доказанию различных услуг, да, то есть, как бы, понятно, все мы знаем, что есть и банкетные залы, и рестораны, и так далее. Конференции, форумы. Да, проведение каких-то семинаров, то есть стараются выходить из положения. Но вместе с тем мы все-таки надеемся, что ситуация временная, поэтому как-то все разрешится. Вот последний вопрос, и я с ним лично полностью согласен, потому что работаем вот в здании вечернего Минска в центре, и вот здесь как раз наш читатель пишет, что не кажется ли вам, что в Минске очень плохо развит недорогой общепит? Я бы добавил и качественный. Есть рестораны, кафе, может, Макдональдс какой-нибудь, а вот просто поесть в обед недорого, прилично, практически невозможно. Перекусить хорошо в центре города за 5-6 рублей нереально. Вы знаете, я даже вспоминаю, в советские времена в Москве можно было зайти там прям в центре города, сосиски продавались прямо вот на месте, такие буфеты были с горошком, еще что-то. Но у нас действительно в центре есть вопросы по этому поводу. Другой вопрос, кому их решать, частному бизнесу, государству, городу как? Ну, если говорить о недорогом общепите, опять-таки это понятие такое относительное для наших граждан. Ну, комплексный какой-то там обед в ресторане, самый простой, уже сейчас стоит, ну, там, минимум 12 рублей, но это дорого. Ну, это, на мой взгляд, это дорого, да. Возможно, да, но вместе с тем можно найти подешевле, сразу могу вам сказать, да, и опять-таки в центре Минска, потому что я сама проживаю в центре Минска, хорошо достаточно знаю, в том числе и Первомайский, и Советский район. Вот, ну, если говорить по недорогому общепиту, относительно недорогому, у нас все-таки есть общедоступные столовые, да, то есть они у нас не все закрытого типа, это столовые в основном при учреждениях образования высшего, да, столовые БГУ, БГЭО, есть у нас замечательная столовая Минска-Каваровского рынка, да, которую тоже можно посещать, и она тоже достаточно недорогая. И она открыта для всех. И открыта для всех, да. И в ЦУМе тоже есть, я знаю. И в ЦУМе, да, на втором этаже, да, кафе Алим, да, и там, в принципе, насколько я посещала ранее, достаточно большое количество людей. Да, очень большое, там большие очереди. И очереди, да. Вот видите, это говорит о том, что маловато еще, да, в центре. Будем работать в этом направлении, учтем замечания. Ну что ж, ясно. Спасибо вам за интервью. Друзья, я напомню, что это была программа «Говорит и показывает Минс», гостем нашей студии, была начальник главного управления торговли и услуг Мингородсполкома Елена Нагорная. И сегодня в эфире мы задавали вопросы читателей портала «Минск Ньюс Бай», которые поступили в раздел «Задайте вопрос столичным властям». Всего вам самого доброго. До свидания. Видеоверсию нашей программы вы сразу после радиоэфира сможете увидеть на портале «Минск Ньюс Бай», а также на нашем официальном YouTube-канале «Минск Ньюс». До свидания. Спасибо. 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 Говорит и показывает Минск.